Это мой первый рабочий день в офисе во Флориде, в Форт Лодердейл. Мы едем в офис. Такой трафик легкий. Приятное место, вот так вот на работу кататься каждый день. У нас вечерняя экскурсия по ночному Форт Лодердейл, это центр города. Вот так тут все выглядит. Красивые украшенные деревья напоминают немножко Шам-Залезы или Елисейские поля в Париже. Эти вот дома высокие, красивые. Пойдем дальше посмотрим. Друзья, лежачие полицейские, чтобы не прыгали, вернее, чтобы водители быстро не ехали, поэтому напоминают украинские дороги. Я, честно говоря, состояние асфальта тоже не самое лучшее. Я удивлен, конечно. Субтитры делал DimaTorzok Очень много кранов строительных, очень много строится здесь. Покупают старые маленькие отели, сносят их и строят новые, такие высокие. Скоро будет похоже на Манхэттен. Красивое здание подсвеченное впереди. Вон там какие-то фонтанчики вот такие. цены. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот знак Майами только налево, и вот мы поворачиваем налево. Мы выезжаем на хайвей А-95, ай, то есть и с точкой. Этот хайвей соединяет Майами с Нью-Йорком и дальше на север идет до Пенсильваника до самого конца. Тот всего побережья Атлантического побережья США заходит этот хайвей. Он был построен еще очень давно, после Второй мировой войны. Много раз перестраивался, и сегодня вот такой бенебеет. Завтра по этому хайвей мы будем ехать северную королю. Тут особенно смотреть нечего, просто широкая полоса асфальта, по которой мчатся машины, да и все. Впереди аэропорт. Магазин Apple 100, время 9.45 утра, толпа народа стоит около входа в надежде купить новый айфон. Народ сосал с ума, а вот там вот за стеклом в красных майках это продавцы, которые готовятся продать народу новые айфоны. Я продолжаю свою поездку по Майами. Снимаю прямо из торгового центра. Вот там, вот там находится магазин айфон Apple. А вот такие красивые тут дома есть разноцветные. И краны все строится и строится. Гуляю далее по торговому центру. Тут так интересно сделана такая архитектура необычная. Четыре здания, даже больше чем четыре, шесть зданий, связали между собой вот такие вот переходы. И можно переходить из здания в здание. И тут же находятся и одновременно офисы прямо в одном здании. Торговый центр и офисы. А это архитектурное решение напоминает сюжет из фильма «Битва престолов». Там был такой интересный замок на скале находился. И было отверстие, в которое сбрасывали всяких разных врагов народа. Вот тут тоже, наверное, нечто похожее сделали. А это, по всей видимости, такой надземный метрополитен. Может быть, монорельс. Такие вот вагончики тут ездят. Вот так выглядит даунтаун Майами, центральная часть города из окна автомобиля. Как пел в свое время Вилли Токарев «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». И тут все то же самое. Имею в виду, что как в Нью-Йорке, так и в Майами центральная часть города сплошные небоскребы. Вилли Токаревス, где в Майами центральная часть города, в Нью-Йорке. Вилли Токарев. Вилли Токарев. Вилли Токарев. Мы заехали в проездом в город Сент-Агустин во Флориде. Это один из старейших городов на побережье, на Атлантическом побережье США. Попытаемся посмотреть, как выглядел американский город. В те времена, когда Колумб сюда приехал. Мы потихоньку двигаемся по городу, ищем, где находится старый центр, исторический, чтобы на него посмотреть. Какой-то музей впереди, дубличку мы нашли. Риполицы, вероятно, или нет. У нас все эти вещи везде. Да, я говорю. Смарт-литль-гиг. Турст. Турст. Верон, в дом. Турст. В 200 метрах,eftон, лет ratio. Турст. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok